Добро пожаловать в наше видение высокоавтоматизированного автомобиля. Это уникальный опыт вождения. Начало поездки. Хотя он выглядит как ваш привычный автомобиль для ежедневных поездок, целая серия умных приспособлений гарантирует, что вождение больше не скучная рутина. Машина помогает снизить нагрузку на водителя, так как берет на себя вождение по трассе. Филипп – молодой профессионал. Уже несколько недель он водит новый автомобиль. Автомобиль, который запоминает привычные маршруты и может предсказать пункт назначения. После выбора пункта назначения машина позволяет Филиппу оптимизировать свое время, установив баланс между ручным и автоматизированным вождением. Вождение вручную. После начала движения Филипп смотрит в верхний левый угол приборной панели, где расположен индикатор состояния вождения. Так можно быстро определить время, оставшееся в нынешнем режиме вождения. Кроме обычного вида навигации, двойной дисплей предоставляет Филиппу общий вид его маршрута. Таким образом, Филипп получает четкую картинку, где будет доступно автоматическое вождение. Он также может применить дополнительные опции с помощью меню слева. Когда он достигает выезда на трассу, одна из карт переключается на вид сверху, чтобы у Филиппа был лучший обзор происходящего вокруг. Активация автоматического вождения. После выезда на трассу, индикатор режима вождения сообщает Филиппу, что доступна автоматизация. Кроме того, начинают мерцать две специальные кнопки на рулевом колесе. Когда Филипп жмет их одновременно три секунды, машина переключается в автоматический режим. Теперь Филипп уверенно может убрать руки с руля, потому что он знает, что машина полностью контролирует ситуацию. Работа. Так как голова и руки свободны, Филипп решает выполнить кое-какую работу и посмотреть почту через приложение. Чтобы лучше видеть, он перемещает входящее сообщение на верхнюю панель и просматривает непрочитанные письма. Филипп может производить привычные действия с помощью кнопок на экране или с помощью голосового управления. Он начинает диктовать свой ответ на письмо. Это немного отличается от работы за рабочим столом. Но с новой машиной Филипп может быть продуктивным даже во время вождения. Маневрирование. Во время нахождения на трассе машина обнаруживает более медленные транспортные средства впереди и определяет возможность сменить полосу. Машина сообщает о своих намерениях, демонстрируя картинку на приборной панели и уведомления на центральном дисплее. Если Филипп захочет, он может выбрать это уведомление, включить вид сверху и наблюдать за маневром. Когда машина завершит маневр, Филипп может оценить его, основываясь на базовых параметрах вождения. Это помогает машине изучать его предпочтения и улучшать свое поведение на дороге для большего комфорта. Развлечения. После того, как он позаботился о важной работе, у Филиппа еще осталось время до возвращения в ручной режим вождения. Он решает расслабиться и посмотреть несколько видео онлайн. Отключение автоматического вождения. Когда приходит время Филиппу вернуть контроль над вождением, его несколько раз уведомляют об этом. Когда остается несколько минут, индикатор режима вождения становится оранжевым. А затем красным, в зависимости от экстренности ситуации. Если Филипп все еще не берет контроль на себя, машина найдет ближайшее безопасное место на обочине и остановится. Переключение в ручной режим происходит так же, как переключение на автоматическое вождение. Когда Филипп жмет кнопки одновременно 3 секунды, машина переключается обратно в ручной режим. Прибытие в пункт назначения. Когда достигнут пункт назначения, машина предоставляет Филиппу полезную статистику о его путешествии. Одним взглядом, Филипп может сравнить эффективность машины в ручном и автоматическом режиме, а также его экономию. Из простого средства передвижения машина смогла превратиться в часть цифрового стиля жизни Филиппа. Она позволяет ему быть продуктивным даже во время движения. И на нее можно положиться в потребностях, далеко выходящих за рамки простого перемещения. Филипп